Доброго дня, граждане Республики Казахстан. Меня зовут Белялов Сергей. Сегодня у нас 21 декабря 2020 года. Это день рождения Иосифа Виссавленовича Сталина. Вот у меня есть кружка, мне дети на день рождения подарили на 55 лет. Что бы я хотел сказать об этом человеке? Первый раз я увидел, когда был маленький, в обовом стекле автомобиль, какой-то дяденька с усами, с какими-то орденами. Я думал, ну какой-то, наверное, инвалид, участник Лига Отечественной войны. Это был где-то 69-й, может 70-й год. Ну, думал, такие люди есть же, вот они вот, на старом прикутце. Ну и как бы портрет и портрет. Мама мне потом сказала, что это Сталин, но я так ее не понял. В фильмах видел все мужчину, который все курил трубки и думал, ну вот какой-то такой вот человек. Были анекдоты про него, но всегда они, анекдоты такие, ну как-то немного злые, но он никогда не был дураком. Никогда не был идиотом в этих анекдотах, не говоря там про Хрущева там и так далее. Уже в 2009 году, когда я попал в пенсионный фонд, ну как-то Сталин, Сталин, я не обращал внимания. Но когда в 2010-2011 году, когда пенсионные фонды, кто помнит, была такая борьба, и все пенсионные фонды приходили, говорили, вот знаете, у нас председатель правления хорошая, у нас доходность такая хорошая. А я всегда думал, ну что я буду рассказывать про председателя правления, его никто никогда в глаза не видит. Ну и толку о нем говорить. О доходности, ну она всегда плавает, подымается, падает. Ну о чем говорить вообще непонятно. Тем более после Варумита и суда с этим Варумитом, никто ни за что не отвечает. Поэтому я думаю, ну глупость какая-то про фонд. Тогда я стал думать, пенсия, что такое вообще пенсия? Вот человек дожил до пенсии, дальше что? И когда я встретился, натолкнулся, мне переслал кто-то один из подписчиков, что такое пенсия, это вот плата за питание будущего поколения. И я думаю, боже мой, как это просто. Вообще, насколько это просто. Вот это действительно, это ведь пенсия, это плата за воспитание будущего поколения. Гениально. То есть люди не становятся ненужными, они становятся востребованы, причем супер востребованы. Потому что они начинают воспитание граждан этой страны. И они должны уважать эту страну. Уважать за что? За хорошие условия. Потому что они прожили эту жизнь и посвятили свою жизнь этой стране. И если эта страна платит достойную пенсию, они любят эту страну. И эту любовь передают своим детям. Но очень много есть противоречий относительно Сталина. Очень много вещей. В том числе переселения народов. Я, проживая в Чемкенте, часто сталкивался с чеченцами. Ну, когда работал в налоговой инспекции, бизнес и так далее. И я всегда их видел. И когда началась чеченская война, очень много чеченцев с Кавказа лечились в Чемкенте. У нас на поликлинике фосфорного завода. Я видел эти ненавидящие глаза. Такой звериный оскал. Я видел этих людей. Я просто не понимал. Ну, как-то вот в Казахстане у нас проблем с их не было. И я видел чеченцев, которых встречали местные, там, лечили. Я разговаривал. И они говорят, ну, один из них мне говорит, я не могу, как они. Я тогда не понимал, о чем он говорит. Он говорит, ну, я не могу. Как это вот? У меня сосед казах. Сосед чьи русский. Тут украинец. Тут башкир. Как я возьму его, посажу в Зиндан? Я не понимаю. Я, говорит, не понимаю, как это моего соседа можно уничтожить. Я тогда не придал этого значения. Но я понял, что когда было переселение, эти люди, живя другими народами, они просто стали уважать их в том числе. И казахстанские чеченцы, это не те, которые живут на Кавказе. Немногие из Казахстана чеченцы уехали на войну, в чеченскую войну, знаете. И они просто остались. Они говорят, мы не понимаем, как воевать с другими народами. Мы рядом здесь. Переселили правильно и правильно. Вот последний период конференции Путина в этом году он правильно сказал. Было предательство. Предательство было у всех. У русских было очень много предательства. Очень много предательства белорусов. Много было украинцев. Это были целые армии. Но их не выселяли. Другое дело. Когда были захвачены Прибалтийские республики, и в спину наших солдат стреляли те же Прибалтийские части, которые, кстати, не были разоружены, у Сталина встал вопрос. А их нужно было там оставлять? Если он знал, что в спину наших войска будут стрелять эти люди. Они этически на тот момент были ненавистники советской власти. Нужно ли было их оставлять? Если бы ушли оттуда, тогда бы Ленинград потеряли точно. И Москву, может быть, потеряли бы. Понимаете, на тот момент у Василия Сталина было очень много проблем. И он принял на себя такое тяжелое решение. Да, он ее принял. Он принял это. Он не был святым. Но это помогло ему избежать потерь нашей Красной Армии. К сожалению, эту цену пришлось заплатить. Так получилось. А если бы он не выселил бы поляков, те 20 тысяч офицеров, которые отказались служить, та польская армия, которая была сформирована среди военнопленных, ушла через Африку и воевала на европейском континенте, но не рядом с советской армией, а армия краевого, которая уничтожала больше советских солдат, чем немецких. Очень много вопросов. Но он был в этой стране. Он был лидером. И он сплотил целую страну, много-много народов. И он смог победить Евросоюз, который превышал его больше, чем в два раза, чем советский ресурс. Тем более промышленный ресурс. Чем больше я изучаю историю этого, особенно экономические отношения, я прихожу, насколько он был гениален. Он советовался, знал всех инженеров, всех изобретателей, проектировщиков, руководителей хозяйств. Он читал учебники, которые печатались для граждан. Он смотрел все фильмы, которые выпускались на просторы. Их было немного, но он их знал. Он жил этой страной. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из лидеров, конкретно Казахстана, вы думаете, что Такаев или Назарбаев смотрит все те помои, которые выливаются на наши экраны? Он читает хотя бы книги, которые выпускаются и изучают наши учебники? Думаю, что нет. Для этих людей, я просто смотрю, что Такаев, что Назарбаев, что другие лидеры. Но это вообще, это даже не средний уровень сталинской экономики. Это даже не средний уровень. Человек, который в 43-м году уже задумывал денежную реформу, потому что знал, что денежная масса растет. Но кризисов экономических не было. Который после Великой Отечественной войны не поднял пенсионный возраст, а он это мог сделать, потому что молодежи просто ее выбило. Настроив отношения, почти вся Европа, половина была дружески отношений к нам. Ведь волнения начались после развенчания культа личности, так называемого. Посмотрите культ личности сегодня на наших руководителей. Он дружился с Китаем, и Китай пошел по стопам. Мир ориентировался на него, и как только Хрущев его уничтожил, стали какие-то бредни выпускивать. Но это вообще сумасшествие какое-то. Выпускают про него такое неимоверное. Кто занимается государственным строительством, не знать его историю, этого человека, просто невозможно. Я хочу всех нас поздравить с днем рождения этого человека. Это великий человек. Несмотря на все ошибки, которые он допускал, несмотря на все ошибки, он человек великий. Он сделал то, что не было в истории человечества никогда. Все вот эти социальные блага, пенсии, выплаты, больничные листы, короткий рабочий день, все это достижения при нем. А сейчас это все отменяется. У нас даже государственный фонд социального страхования был отменен, потом был возмещен, потому что мы до сих пор остаемся советские. Советские в плане, мы не признаем превосходство кого-то над нами. Мы равные. Почему нас ненавидит Запад? Там графы, лорды, принцы какие-то. А у нас кто? Гагарин. Человек простой. Из простой семьи. Путин из простой семьи. Назарбаев и тот же. Там я видел, что там уже вытягивают за уши. Он от продек того-то, предок того-то, предок того-то. Поэтому вытаскивают Абая, а не Джамбула. Абая хороший, конечно, писатель, поэт. Но Джамбу, в Советском Союзе знали Джамбула. Но элита выбирает себе свои герои. Если вы хотите разобраться с экономикой, почитайте его труды. Боже мой, я вот в Инстаграме, в Телеграме выкладываю цитаты. Это настолько свежо, настолько это осмысленные слова, причем простые слова. Я уже рассказывал, я сталинский учебник взял по бухгалтерским учетом и выучил его просто так. Для меня бухгалтерский учет вообще не проблема. Любые сталинские учебники были написаны так, чтобы человек, рядом с которым нет преподавателя, мог взять и изучить эту тему. Поэтому я предлагаю скачать сталинские учебники, учебники сталинских времен для того, чтобы читать. Потому что этот человек касался этих учебников, он сам изучал их, он их смотрел. Посмотрите фильмы, они пронизаны светом, солнечным светом, радостью. После них хочется жить. Это не сегодняшняя какая-то утопия. Посмотрите советскую фантастику, когда открывается планета, даже то есть угроза. но это раскрывается как с надеждой на лучшее. Посмотрите сегодняшнюю историю, апокалипсис, зомби, кто-то друг друга убивает. Выхода нету, все должны быть уничтожены. И это все снимается. Загоняет людей в гроб. Посмотрите сталинские фильмы, там хочется жить, просто хочется жить и творить. Потому что человек по сути свой творец. есть фильмы Мухина, посмотрите «Тоска по Сталину». Три фильма. Это вообще супер. Я сам помню, я в Дом культуры машиностроителей приходил и помню, там стакарный станок, слесарный станок ставили и там слесарь показывал, как правильно вытачивать деталь. Стахановское движение 1000% производитель, 7000% производитель. Люди были творческие не за деньги, а за реализацию собственной идеи. Я поэтому и тоже даром даю консультацию для того, чтобы мне люди, которые думают о том, как улучшить жизнь, я помогу, насколько смогу. Я не роскошно богатый человек, но я стараюсь хоть чем-то помочь. Не идеален абсолютно, но я вам хочу сказать все равно мне сейчас 55 лет и я знаю, что такой человек мог родиться только в нашей стране, в Советском Союзе, только в нашей. И он подарил надежду народам на справедливость и на возможность жить по-человечески. В его время автомобили были самые лучшие, техника была самая лучшая. да, мы пытаемся равняться с Америкой, но Америка не прошла эту войну. С днем рождения, многое хочется сказать, но это будет бесколезно. Смотрите, много фильмов именно с сталинской эпохи. Посмотрите, мучина, тоска по Сталину, там три фильма. Это вообще супер. С днем рождения великого человека, граждане Республики Астан.